доброго всем здравия бабушка оля с севера санкт-петербурга всех приветствует добралась до голубички спасибо подписчица наташа которая задала вопрос как же перезимовала голубика ну вот принесла нет у меня нет травмофоски я еще не ходила в магазин у меня есть это я курочкам покупаю вот такая сера сера для птичек ну вот нашла у меня для томатов и перцев здесь как раз все есть вот видите азот фосфор калий по 13 13 и 15 нормально тоже все нормально и вот мы сейчас дадим и завтрак завтрак сегодня такая холодина но обещают вроде дожди сейчас посыплю удобреницем спасибо посыплю серой припасла мешок сена курочкам на гнездышке заготавливала сейчас обложу сеном так как в лес не ходила никакого опада не заготовила никаких иголочек пока никогда так что обложу сеном вот и дадим посмотрим на голубичку ну вот сенцом заложила удобреницей сера посыпала я показывать даже не буду потому что это я раньше уже показывала видео завтрак для голубики или там чё там обед ужин не знаю но есть короче одно и то же показывать вот мой нортланд вот он невысокий он метр метр двадцать где-то вот такой кустик все нормально с ним все хорошо так что подушечки есть ничего еще не подрезала не обрезала но все нормально с ним следующий гол траубы идет это маленький но вот живой живой видите вот почечки но это одна веточка он у меня еще видите ведре вот ведре и вот гол траубы 32 еще цифра какая-то ну вот засыпала вот все так теперь следующий этот тоже гол траубы только без цифры не знаю просто видно гол траубы они разные видимо вот как бы прекрасно тоже вот в прошлом году было несколько ягодок в этом году уже вот как веточку показать вот видите вот уже будет больше ягодок отлично уже уже как бы такой возмужал следующий который меня интересует я его выписывала масенькой палочкой стульского питомника по интернету косплишка ну вот такие ветки уже метр уже метр двадцать ну высоту вот есть плодовые даже почечки вот это тоже очень интересные видите вот прекрасные веточки вот так что у меня наверное я уже пустил его в землю без ведра уже без ведра ну вот короче интересно что за ягодки будут писали что очень крупный посмотрим но сорт liberty в прошлом году было тоже она кисточка или две не знаю но вот в этом году все набрал силу это я тут сердце панула сюда ну вот вот весь кустик весь кустик вот какой вот какой веточки ну ягод будет наверно так что когда будут но покажу сфотографирую я думаю что одно и то же снимать это же не интересно все ну вот ну короче голубика зимой прекрасно на севере санкт-петербурга это же ягода все равно северная болотная вот но сорта и обычные никакие не выбирала какие были там вот в максидоломе ну как в гипермаркеты когда привозили вот масеньки такие покупала какие были единственное что заказ плишку вот выписала по интернету в турском питомнике что написано сорт очень крупные ягоды ну просто интересно что это заказ плишка мишка ну вот так вот так что все живые этот еще масенький но вот у него все живенькое вот эти почечки если не видно все живое пока еще ничего не делала не постригала тоненькие эти штучки веточки не постригала пока некогда все вот подкормила надо поливать но у меня еще шланг сюда не проведен бедрами носить надо еще негде воды но сейчас немножко дожди может пойдут и чуть потеплеет тогда уже буду поливать тогда уже надо будет плотно и заниматься огородом а пока еще можно и другими делами позаниматься моя желтая сморода вот в такой холод самое первое еще на смороде только-только ну как бы почки распустились листики а на желтой смородине вот уже вот уже такие цветоносики вся уже вся 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 покрыта цветоносиками уже все вот вот какая вот вот какая смородина желтая там на канале есть у меня про нее я ее тоже купила в тульском питомнике по интернету крошечную веточку деле выходила костлявая она кривая но вот прикопала уже разрослась все-таки еще прикопала может девочек там будут дочки так что ничего все нормально очень вкусная в заморозке прекрасная я ее съела с удовольствием вот так после зимы все мои саженцы вот зимуют на улице вот так прикопаны все вроде бы живо сиреньки вот цветочки всякие смородинки всякие все вроде бы живых все нормально все вылезают все хорошо саженцы лохтея ежевика лохтей вот я ее пригнула прямо в эти самые вот уже приросли даже вот тут прекрасно в травке все я думаю что будут отличные саженцы лохтея вот лохтей передимовал ничем я его не укрывала и вообще я не парюсь с этими растениями потому что мне старые много ничего не надо но интересен опыт действительно ли будет у нас на севере санкт-петербурга растение жители не будет жить поэтому мне тут в трех условиях я сажу сразу в одной стороне в другой стороне и на заборе и на заборе стоя просто не укрывая выжил и в двух других тоже выжил вот так что вот видите как хорошо просто нагнула лежал под снегом даже снег не сломал молодец лохтей вот так одараву и агалам немножко подломала в этом году но ничего не страшно хватит нам всего так чем еще занимаюсь ну вот делю пока что цветы надо все это разделить вот отсюда уже вытащила все кусты то что мне эту территорию надо освободить будет строиться гараж вот дельфиниумы разделила там что-то чего-то выкапываю выкапываю ну как бы все единственное что погибли хризантемы вот хризантемы погибли все в этом году или с апреля или замерзли не знаю но хризантем нету только те которые были в подвале а так все цветочки все живы все что вот просто в рядочку прикапывала на зиму складывала пакетики все цветочки все прекрасно перезимовали все 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 рассадинки все нормально локсы идут гвоздичка турецкая ирисы тароникумы гелениумы все нормально с саженцами ничего не случилось все живы-здоровы единственное что пропало в огородике хризантема в остальном все в порядке вроде все живы-здоровы ну вот в здоровье только бы еще росло вместе вместе с растюшками до росло бы еще здоровье но такого не бывает ну все отчиталась всем здоровья